Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева. И вначале коротко о главных темах последних семи дней. Прошло первое заседание общественной палаты городского округа Люберце. Продолжается строительство новой школы на 1100 мест. Состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников МОСО «Булгаза». В Люберцах прошло заседание губернаторского совета. Сотрудники МВД подвели итоги работы за полугодие. Как правильно выбрать няню, расскажут психологи и многодетные мамы. Новый состав общественной палаты городского округа Люберце провел первое заседание. В ходе встречи был избран председатель палаты, а ее члены распределены по профильным комиссиям. Напомним, в состав органа вошли 45 человек. Отборы утверждений его членов проходил при участии губернатора Московской области, Люберецких депутатов и областной общественной палаты. Первое заседание общественной палаты нового созыва началось с поздравительных слов. Главолюберец Владимир Ружицкий пожелал новоизбранным общественникам работать в том же ритме. Ведь по итогам прошлого года они стали лучшими в Московской области и успешно вошли в новое муниципальное образование – городской округ. Задача, чтобы мы в ходе этой реформы ничего не потеряли. Чтобы у нас житель, который проживает где-то в Марусино, Матюково, Жилино или в Октябрьском, чтобы он, если возникают вопросы, он мог до этой власти как-то достучаться. Также во время заседания выбрали нового председателя общественной палаты городского округа Люберцы. Им стал Петр Ульянов. Очень рад, что у нас собрался такой работоспособный, разноплановый и интересный состав в составе общественной палаты. Уверен, что совместными усилиями у нас с вами получится очень интересная и благотворная работа. В ходе первого заседания был утвержден перечень комиссии общественной палаты городского округа Люберцы. Теперь их на одну больше. 13-й стала вынесенная отдельная сфера ЖКХ, комиссия по дорогам и транспорту. В завершение встречи члены нового созыва палаты рассказали о себе. Возглавляю Люберецкое районное телевидение, в общественной деятельности занимаюсь межнациональными отношениями, возглавляю ресурсный центр в сфере национальных отношений, единства российской нации, Московского регионального областного отделения, Ассамблей народов России, который находится в Люберцах. Буду рада также работать и продолжать в команде на благо нашего Люберецкого района. Спасибо. Член областной общественной организации инвалидов-колясочников «Колесница». Занимаюсь баскетболом на колясках и веду разные проекты. Сейчас учусь в кинорежиссуре и снимаю в Люберецком центре социального обслуживания, к цесуани, фильм про людей за 90 лет. Напомним, что общественные палаты существуют в муниципальных образованиях для согласования интересов граждан, общественных объединений и органов власти, для решения вопросов экономического и социального развития, для защиты прав граждан. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. На базе Центрального поликлинического отделения ЛРБ номер два открылся консультативно-диагностический центр. Он будет оказывать услуги пациентам, которым нужна высокотехнологичная помощь. Медицинское учреждение оснащено всем необходимым оборудованием для консультации людей со сложными диагнозами. Теперь, чтобы пройти сложное обследование, пациентам третьего медицинского округа не нужно ездить в Москву. Новый консультативно-диагностический центр оснащен как специалистами, так и всем необходимым оборудованием. Здесь принимают врачи, которых нет в других поликлиниках. Это пульмонолог, гематолог, онколог-мамолог, аллерголог. Всего девять направлений. Было закуплено оборудование функциональное, рентгенологическое, УЗИ-аппаратура. Аппаратура – это высокого класса, который позволяет делать исследования почти всех органов нашего организма. Больной сюда может поступить только по направлению врача. Потому что цели, которые преследует этот центр, они гораздо выше, чем простая участковая служба. На днях медицинское учреждение посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он оценил оснащенность кабинетов и пообщался с первыми пациентами. Всё хорошо, всё хорошо. Очень внимательный, очень весливый, всё хорошо. Хорошо. Конечно. Здоровья вам. Спасибо. Хорошо. Спасибо. По словам Владимира Ружицкого, на ремонт помещений и оснащение оборудованием было потрачено порядка 170 миллионов рублей. Здесь, как была поликлиника, она так и остаётся. Другое дело, здесь есть расширение этих медицинских услуг, поэтому наши жители могут пройти здесь и диагностику. Консультативно-диагностический центр рассчитан на 300 посещений в смену. Все специалисты и аппаратура уже готовы работать над здоровьем пациентов. А кабинет компьютерной томографии начнёт функционировать уже в конце этого месяца. Луизия Егязарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. На севере Люберец продолжается строительство школы на 1100 мест. Это учебное заведение отвечает всем современным стандартам. Его планируют открыть к 1 сентября. Новая школа строится на улице Вертолётная. Это первое из пяти запланированных учебных заведений в данном микрорайоне. О её востребованности можно судить по количеству уже записавшихся школьников. На данный момент здесь сформировано семь первых классов. Приняты документы более 600 будущих учеников. Укомплектованность педагогами составляет 60%. Школа рассчитана на 1100 мест. На данный момент ведётся приём по хорникам четвергам с пяти до семи. Здесь будет профильное направление. Это инженерное направление, физико-математические классы. Также будут открыты другие профили по запросу населения для детей. Строительство школы находится на завершающей стадии. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 30 июля. К этому времени остаётся доработать небольшие детали, как внутри школы, так и на территории вокруг неё. Как отметил Владимир Ужицкий, в этом учебном заведении есть элементы, которых не встретишь в других школах и гимназиях. Например, внушительный по своим размерам актовый зал. Благодаря высокому потолку, состоящему из партера и балкона, здесь могут вместиться более 700 человек. Спортивный зал в этой школе тоже не такой, как у всех. В нём могут заниматься сразу два класса. Здесь есть опыт проектов школ, который наработан на других территориях. Не только в Московской области, а и в Москве. Поэтому здесь мы попытались учесть всё то, что бы как-то способствовало обучению наших школьников в таких хороших комфортных условиях, современных. Глава города осмотрел и кабинеты, которые практически в полной мере готовы к работе. В одном из них даже ученики уже были. А в столовой Владимира Ружицкого угостили пирожками, приготовленными на школьном кухонном оборудовании. Кстати, в просторном буфете смогут трапезничать сразу 550 воспитанников учебного заведения. Будет очень уютно. И цвета такие играющие. Очень хорошо получилось. Родителям и будущим ученикам остаётся только готовиться к предстоящему Дню Знаний. 1 сентября новая школа распахнёт свои двери. Здесь пройдёт торжественная праздничная линейка. Филиал детской школы искусств номер 4 готовится к открытию. В настоящее время там активно проводятся ремонтные работы. Напомним, образовательное учреждение расположилось на улице Юбилейной в здании бывшего социального университета. К ремонту будущей школы искусств подрядная организация приступила 25 июня. В здании полностью произведён демонтаж помещений и вывезен мусор. На данный момент работники приступили к отделочным работам. В коридорах учебного заведения произведут капитальный ремонт. Демонтируют устаревшие панели, покрасят стены, а также проведут электромонтажные работы. Полностью заменена плитка в санузлах и, соответственно, вся сантехника на новую. Ремонт произведен где-то на 300 квадратных метров. Соответственно, это коридоры, концертные залы, ну и, соответственно, лишние марши. На эти цели из бюджета городского округа выделено более 3,5 миллионов рублей. Ход проводимых работ оценил глава, люберец Владимир Ужицкий. По его словам, ремонт помещений производится в соответствии с требованиями госпожнодзора. В 60-70-е годы было модно, когда стены обивали разного рода пластиком, и это было нормально. Но времена меняются, есть свои СНИПы, есть требования пожарников, госпожнодзора. Поэтому сегодня это всё считается горючим материалом, поэтому есть предписание пожарников, всё это надо заменить. Филиал школы искусства распахнёт свои двери перед воспитанниками уже этой осенью. 1 сентября в новом учреждении пройдут первые занятия. Завершить ремонтные работы планируется не позднее, 10 августа. Луиза Игязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Форум «Управдом» состоялся в Люберцах. Представители местной администрации и руководители управляющих компаний отчитались перед жителями о том, как продвигается ремонт в жилых домах и на близлежащей придомовой территории. Люберчане, в свою очередь, задали вопросы о проблемах ЖКХ представителям управляющих компаний. Как стало известно, на Люберецком форуме «Управдом» теперь люберчане смогут отслеживать ход проведения ремонта подъезда в режиме онлайн. В трёх домах управляющая компания уже установила видеокамеры, которые транслируют запись на сайт «Мой подъезд». В ближайшее время ещё семь домов городского округа Люберцы подключат видеосистему, которая будет передавать запись в интернет. Мы будем пытаться для того, чтобы была возможность в каждом подъезде поставить данную камеру. Ну, сейчас это как бы пилотный проект идёт. И если эта программа пойдёт и житель нас продержит, я думаю, все виды работ будут отражаться в данном моменте. По словам Проворова, со временем количество видеокамер, транслирующих запись в режиме онлайн, увеличится. Трансляция с камер наружного видеонаблюдения уже ведётся в томах Люберец, по улицам Шоссейная, Митрофаново и в доме номер 60 по улице 3-й почтовое отделение. Также на форуме горожане задали вопросы, касающиеся ремонта подъездов. Программа рассчитана на 4 года. Каждый подъезд городского округа должен стать комфортным для проживания жителей, красивый и доступный. В 2017 году планируется отремонтировать четвёртую часть всех подъездов на квартирных домах. Эта цифра составляет 1298 подъездов. Из них в Люберцах 849 подъездов, в Томилино 124 подъезда, в Малаховке 115, в Красково 104, в Октябрьском 106. Проворов уточнил, что губернаторская программа «Мой подъезд» финансируется за счёт бюджетов Московской области и городского округа Люберца. В перечень подъездных ремонтных работ входят замена светильников и почтовых ящиков, а также ремонт оконных блоков, стен, потолков, полов и монтажные работы по упорке висячих проводов. Контроль за качеством и сроком выполненных работ управляющих компаний будет осуществлять Государственная жилищная инспекция. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников МОСО «Болгаза». В этом году соревновались представители девяти профессий. Две из них впервые – это экскаваторщики и проектировщики. Мероприятие посетили также представители областного правительства и Люберецкой администрации. Важным событием в рамках конкурса стала презентация новой компетенции «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». Для дальнейшего включения его в конкурсный перечень, утвержденный компанией «Волтскилз Раша», который является организатором национальных чемпионатов «Молодые профессионалы». Сегодня мы проводим уже старший традиционно пятый по счету конкурс рабочих профессий, конкурс профессионалов-газовиков Московской области. Называется он «Мособолгазскилз». И традиционно уже пятый раз подряд мы тестируем и проводим такие внутренние соревнования среди тех компетенций, которые имеют наибольшее распространение и которые наиболее важны в газовом хозяйстве Подмосковья. Голубков уточнил, что тестируются проектировщики, строители, сварщики и многие другие специалисты. Профессионалы, которые необходимы при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. Мы здесь представляем новую компетенцию, которую планируем ввести для конкурса «Волтскилз», такого самого крупного конкурса профессионального мастерства в мире. По словам гендиректора Мособолгаза, на сегодняшний день в газовом хозяйстве Подмосковья применяется все больше высоких технологий. В этом году на конкурсе тестируются не только навыки традиционные, такие как сварка, установка газовых котлов, но также организаторы проверяют теоретические знания сотрудников сферы. Целью которого является популяризация и повышение престижа рабочих профессий. Наша страна присоединилась к этому движению в 2012 году, и за это время уже достаточно много сделано. Вот, собственно, в данный момент на этой площадке в рамках конкурса профмастерства Мособолгаза мы запускаем компетенцию по стандартам WorldSkills. Она представлена первый раз в монтаже и эксплуатации газового оборудования. Специалисты продемонстрировали главе городского округа Люберца Владимиру Ружицкому этапы технологического производства. И знак «плюс» указывает на то, что мы движемся непосредственно к индикации. В среднем возрасте рабочих Мособолгаза 42 года. Однако на службу в газовую промышленность приходят и молодые специалисты. Также на конкурс прибыли представители региональных газораспределительных организаций. Здорово все организовано. То есть я считаю, что удобно и участникам этих соревнований. Я думаю, что вот и пресса, и всем советам тоже, мне кажется, очень тут комфортно находиться. Но повторюсь, что очень все здорово, очень все понравилось. Мы обязательно применим это все в своих газораспределительных организациях. Организаторы-судьи надеются, что аналогичные конкурсы среди квалифицированных специалистов будут проводиться и в других городах России. Екатерина Скрижалина, Кмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберца состоялось расширенное выездное заседание комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Московской областной думы. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с изменением подходов при формировании программы правительства Московской области касаемо развития газификации в регионе до 2025 года. На сегодняшний день уровень газификации Московской области составляет 96%. Для сравнения в целом по стране эта цифра порядка 66%. За последние три года в регионе было газифицировано 264 населенных пункта с общим количеством жителей 117 тысяч человек. Благодаря действующей программе темпы газификации в регионе увеличились примерно в пять раз. Таких результатов удалось добиться за счет введения в программу уличных газопроводов. Тем не менее уровень снабжения газом остается недостаточным в отдельных населенных пунктах. Сейчас в программу включаются села, в которых проживает от ста человек. Осмысливая, как движется эта программа, мы видим, что в первую очередь, конечно, мы делаем те населенные пункты, где стоимость газопроводов не столь высока, то есть не является строительством чрезвычайно высоким. И с учетом того, что денежный ресурс у нас ограничен, мы видим, что в последующие годы мы будем тратить примерно столько же денег, а количество населения, которое реально будет пользоваться этой услугой, становится все меньше, меньше и меньше. Также в программу газификации Подмосковья планируют внести изменения с учетом старения газопроводов. В следующем году Мособлгазу исполняется 60 лет. Та инфраструктура, которая была создана в первые годы работы предприятия, уже требует обновления. Их довольно много, у них разная протяженность. Это в основном юго-восток Московской области, юго-восточный район, это Коломна, это Воскресенск. По словам Дмитрия Голубкова, эту проблему необходимо решать в постоянном режиме на протяжении нескольких лет. На данный момент в реновации нуждается 6000 километров устаревшего газопровода. Для того, чтобы выполнить такой объем работы, потребуется около пяти лет. У нас к 35-му году могут быть большие проблемы. Их надо решать сегодня, чтобы не подойти к 35-му году с устаревшими газопроводами. Новую программу газификации Московской области представит сентябре текущего года. По словам экспертов, она заработает после 2019 года. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Очередное заседание губернаторского совета прошло в администрации городского округа Люберца. На совещании обсудили вопросы поставок электроэнергии после природных катаклизмов в Раменский район. Также поднялась тема по эффективному использованию систем учета и проблем, связанных с интенсивными пассажирскими перевозками через территорию Московской области. На совете, который работает при губернаторе Московской области, были рассмотрены системные вопросы строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Мы сегодня приняли решение о том, что необходимо совместно с Мособлэнерго и при поддержке Министерства энергетики скорректировать план действий до конца года, чтобы первое, все средства, которые были выделены Московской области для решения проблемы, были в полном объеме выделены, чтобы дать рекомендации от имени нашего совета всем муниципальным образованием. На совете была отмечена тема качества энергоснабжения, которое подается в дома жителей Подмосковья после природных катаклизмов в текущем году. Прошедший ураган 29 мая, в основном у нас, скажем так, наибольший объем повреждений был как раз по востоку, и поэтому сроки восстановления энергетики там были достаточно серьезные. По словам Неганова, сейчас идет разработка новой программы развития газификации в Московской области. В сентябре ее представят на суд правительства региона. Участники совета обсудили уже существующую программу строительства межпоселкового газопровода, которая действует в регионе с 2012 года. Также были затронуты вопросы водоснабжения в городском округе Люберцы. Есть вопрос по южной водозаборному узелу, пятый, мы его говорим. И мы стремимся войти в государственную программу Московской области и выступить в этой программе, как, скажем, с позиции софинансирования этой темы. Поэтому наши специалисты, мы достигли договоренности, подготовят некие документы в МинДЖКХ, и я надеюсь, что в следующем году мы будем включены. По словам главы, жители Малаховки смогут получить чистую воду в 2018 году за счет реконструкции водозаборного узла. Также на совещании были рассмотрены проблемы, связанные с интенсивными пассажирскими перевозками через территорию Московской области. Сапсаны, которые идут, с одной стороны, они у нас дают возможность нам за более короткий срок достичь нашу северную столицу. Вот сегодня так подбыл представитель РЖД, что к декабрю текущего года будет даже сокращен регламент движения, то есть имеется в виду, быстрее будет достигаться, и дополнительный поезд будет пущен в 21.00, я думаю, это оценят жители. Все озвученные проблемы и вопросы на совещании остаются на контроле председателя. Губернаторского совета Лидии Антоновой. Следующее заседание состоится в сентябре. Екатерина Сквежалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Не каждый взрослый, оставшись без поддержки родных, сможет найти себя в жизни, получить профессию и создать семью. Депутат Государственной думы Лидии Антонова встретилась с выпускниками детских домов в Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина. На встрече ребята рассказали о своих успехах и целях, а также о том, где планируют учиться в будущем. По словам Лидии Антоновой, более 90% выпускников детских домов Подмосковья воспитываются, как правило, в приемных семьях или у опекунов. Однако по-прежнему остаются ребята, для которых воспитатели заменяют родителей. 3000 детей живут в детдомах. 300 человек учатся в высших учебных заведениях. Я считаю, это хороший результат. Это благодаря той программе и политике, которую проводит губернатор области. Вообще я хочу сказать, что в нашей области в течение ряда лет создана очень, я считаю, добротная законодательная база. Антонова уточнила, что на сегодняшний день социальные службы педагоги курируют выпускников детских домов вплоть до 23 лет, помогают ребятам адаптироваться в обществе. Выпускники рассказали, чем планируют заниматься в будущем. У каждого в столь юном возрасте уже есть четко поставленная цель в жизни. Мир профессий, он очень велик. Он включает в себя тысячи различных и интереснейших специальностей. Самостоятельный выбор профессии – это второе рождение. Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит будущее человека, его место среди других людей. Юноши и девушки, которые пришли на встречу с Лидией Антоновой, входят в состав Совета выпускников Московской области. Депутат пожелала выпускникам успехов в профессии и в личной жизни. Быть счастливым человеком, найти свою половинку, чтобы и профессия, и личная жизнь радовали. Потому что в этом смысл жизни человека. И чтобы ребенок, который появится уже в семье этих молодых людей, а он, безусловно, у них будут эти дети, чтобы они никогда не имели статус ребенок-сирота. Участники Совета выпускников – дети из разных городов Подмосковья. Коломна, Кашира, Ивантиевка. Всех их объединяет одно – желание двигаться только вперед, несмотря ни на что. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. 3 июля профессиональный праздник отметили сотрудники ГИБДД. Виновников торжества традиционно поздравили высшие чины ведомства и представители администрации. В России деньги ГИБДД отмечаются уже 81-й раз. Традиционно в этот день сотрудники ведомства выходят на работу в парадной белой форме, собираются большим коллективом, вспоминают о самых сложных случаях и отмечают тех, кто без укоризни нанесет службу. В этом году 15 человек получили новые звания, а более 40 удостоились памятных знаков в честь профессионального праздника. День создания госавтоинспекции руководства ведомства подводит промежуточные итоги работы. Основной наш критерий в оценке – это аварийность. Аварийность в этом году нашими общими усилиями, усилиями государственной инспекции, администраций, которые находятся в зоне обслуживания, и немножко погоды, позволила нам сегодня говорить о том, что у нас идет 15-процентное сокращение аварийности. У нас и погибших, и раненых значительно меньше, чем в прошлом году. Поздравить виновников торжества пришли руководители администраций городов, которые находятся в зоне обслуживания ведомства. От имени главы городского округа Люберцы ряду сотрудников ГИБДД вручили почетные грамоты. Я желаю, чтобы ваши действия всегда были грамотными, чтобы ваши действия всегда соответствовали требованиям законодательству и нашей Родине. Не забыли в этот день и ветеранов службы. В актовом зале присутствовали люди, которые посвятили работе в ГИБДД всю свою жизнь. Александр Кушнарев, например, нес службу 24 года. Начинал карьеру инспектором ДПС, а в последнее время занимал должность заместителя начальника ГАИ. На заслуженный отдых ушел три года назад. Когда я пришел, у нас было совсем маленькое помещение. Там сарайчик, можно сказать, был на 115-м квартале. Там работало небольшое количество людей. Изменился профессионализм сотрудников. Видно, совершенно другое стало со временем. Оснащенность сотрудников. Объем выполнения работы. Отдельно были отмечены представительницы слабого пола, которые несут службу в ГИБДД. Их поздравили руководители союза «Женщин Подмосковья», которые по традиции пришли на торжественный праздник. Памятные сувениры общественная организация вручила также и руководству ведомства. Луизия Игиазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Промежуточные итоги. Сотрудники Межмуниципального управления МВД России Люберецкой обсудили результаты своей работы за первое полугодие 2017 года. На общем собрании стражи порядка обозначили приоритетные направления деятельности, а также поставили задачи на предстоящий период. В минувшем полугодии на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России Люберецкой было проведено 145 массовых мероприятий. По оценкам сотрудников правоохранительных органов, на них собралось порядка 260 тысяч человек. За этот период более 4 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок и безопасность в местах массового скопления людей. В городских округах недопущено совершение террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе. По словам докладчика, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика по сокращению преступности. Общий массив зарегистрированных посягательств сократился на 13%, в том числе и по линии криминальной полиции и охраны общественного порядка. Снизилось количество особо тяжких на минус 12,9% и тяжких на минус 17% преступлений. Меньше совершено убийств на 36,4%, разбойных нападений на 42,9%, краш на 32,1%, Однако по ряду направлений ситуация остаётся довольно напряжённой. Начальник штаба отметил, количество причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, значительно возросло. Статистика изнасилований и имущественных преступлений также неутешительна. Анализировав результаты работы оперативно-служивной деятельности, в отчётном периоде необходимо отметить, что руководителям ряда подразделений не приняты эффективные меры по предупреждению преступности на обверенной территории. В качестве приоритетных направлений деятельности на третий квартал текущего года сотрудники ведомства определили противодействие экстремизму и терроризму, борьба с организованной преступностью, а также эффективное раскрытие тяжких преступлений и противодействие коррупции. К другим новостям. В Люберецком дворце детского и юношеского творчества для учеников начальной и средней школы торжественно открыли ещё одну досуговую площадку. Она называется «Солнечный день». Здесь ребята каждый день по несколько часов занимаются с преподавателями уроками вокала, хореографии и рисования. Программа летних досуговых площадок действует в городском округе Любрицы уже третий год. Школьники Люберец, Томилина и Малаховки даже в летние каникулы продолжают развивать в себе чувство прекрасного. Ребята каждый день по четыре часа занимаются вокалом, танцами, актёрским мастерством, изобразительным искусством и даже фотоделом. Сегодня у нас прошло торжественное открытие нашей досуговой площадки. Но эта площадка работает не только в городе Люберце, но и в посёлке Томилина и в посёлке Малаховка. На каждой из этих площадок 30 ребятишек, которые занимаются творчеством в течение всей этой смены. Для церемонии открытия досуговой площадки «Солнечный день» ребята нарисовали плакаты, которые символизировали тот или иной отряд. Каждый день какие-нибудь весёлые занятия, пение по чуть-чуть, танцев по чуть-чуть. И каждый по театралке, и нам каждый раз устраивают праздники. У нас три смены. Одна смена по две недели. А преподаватели признались, что летом не ожидали увидеть такого количества желающих заниматься творческими дисциплинами. Дворец детского творчества проводит досуговую работу досуговой площадки в течение трёх лет. И каждый год наши смены полностью наполнены. Детишки у нас очень нравятся. И они с большим удовольствием к нам приходят. Работа площадки «Солнечный день» продлится до 17 августа. Педагоги надеются, что в будущем подобных досуговых площадок для школьников в городском округе Люберцы прибавится. Наталья Григорьева, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Приём заявок на премию «Нашу Подмосковье» завершился 24 июня. Сейчас жители голосуют на сайте за лучший, по их мнению, проект. А мы, в свою очередь, продолжаем рассказывать о наиболее интересных из них. «Растим патриотов России» — это проект о системе патриотического воспитания молодёжи, который разработали красковские педагоги школы номер 56. «Наша исследовательская поездка началась в Александровском саду, то есть от сен Кремля, где мы возложили цветы к могиле неизвестного солната и полководцам Великой Отечественной войны». Эти старшеклассники рассказывают об увлекательной поездке по местам славы, связанной с битвой под Москвой. Вместе с педагогами за несколько дней они побывали в музее Шолохова, на Перемиловских высотах и даже на Бородинском поле. «Нас особо поразило Бородинское поле, потому что это культово значимо для русского народа, начиная с 1812 года. И битва в 1941 году проходила по рубежам 1812 года». Исследования, открытые уроки, военная подготовка. За несколько лет в школе сложилась целая система практик по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Поэтому педагоги и решили рассказать о своём опыте и принять участие в премии «Наше Подмосковье». «У нас работает много кружков, начиная от наш музей, ротоборцы. У нас сюда же входит научное общество «Совёнок», которое занимается проектной деятельностью». «Я бы хотела рассказать про великого контр-адмирала, про героя Советского Союза, который участвовал в Великой Отечественной войне и который был несправедливо забыт нашим молодым поколением, про моего земляка Антонова Неона Васильевича». А это музей, который дети создали сами. Их главный герой – их земляк, участник Великой Отечественной войны, моряк, контр-адмирал Неон Антонов. Они собирают материал, бережно хранят экспонаты и с увлечением рассказывают о его судьбе и о великом подвиге советского народа. «Чувствуется, что какой-то есть такой русский дух и мужество». «Эти люди думали о нас, о будущем, почему мы должны о них забывать». Недавно работы школьников даже попали в книгу. Ребята провели генеалогические исследования и нашли героев среди своих родственников, еще раз доказав, что в России нет семей, которых не коснулась бы война. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В Томилине или в Томилино склоняются литопонимы, которые заканчиваются на ОВА, ЕВА, ИНА, ИНА. В последнее время все чаще слышна несклоняемая форма, а между тем филологи и журналисты упорно продолжают склонять. Режет слух, возмущаются одни, так и нужно, говорят другие. Так как все-таки правильно? В этом непростом вопросе разбиралась Яна Яковлева. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы живете? В Томилино. А вы? Ну, в Быково. Как правильно говорить? В Томилине или в Томилино? В Томилино, я так считаю. В Томилино и в Красково. А почему вот все так говорят? Ну, потому что просто, ну, не склоняется. А ваши знакомые как говорят? По-моему, тоже Томилино. Мне кажется, все говорят в Томилино. Хотя вот я видела надпись, мы живем в Томилине. Меня, честно говоря, это удивило. Но я не буду спорить, может быть, оно так и надо. У нас такая там бегущая дорожка идет, вот на перекрестке, там написано, мы живем в Томилино. Склонять или не склонять название населенных пунктов, которые заканчиваются на Ина, Ина, Ова, Йова. Анна Ахматова, например, склоняла. А сегодня в народе почти никто не склоняет. Вот даже на памятниках пишут так. Действительно, если оглянуться в том же поселке Томилино по сторонам, почти везде используют несклоняемую форму. А вот если зайти в библиотеку и открыть книгу, к примеру, Лермонтова, то можно прочесть, недаром помнит вся Россия, про День Бородина. Склоняется. В прошлые века писатели Ахматова, Белов крайне негодовали, услышав, что кто-то не склоняет топонимы. Все изменилось, объяснили нам языковеды из военных. Создавались топографические карты и разрабатывались по ним планы. И были похожие названия. Егорьевский, Егорьевской, Егорьевской какой-нибудь. В предложенных падежах слова звучали абсолютно одинаково. Чтобы не было путаницы географа и военной, такие названия решили не склонять. Но стало ли это нормой русского языка? Ну, если честно, по строгим литературным нормам все-таки лучше в Томилине. Потому что исконно русские слова Ова, Ева, Йова, Ива, Ина, они должны склоняться. Можно такой привести пример. Ходят ли автобусы в Томилино или в Томилине? Получается разный смысл. Если слово не склонять, то идут автобусы от точки А до Томилина или ходят ли по самому Томилина автобусы? Склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме, пишут на портале Грамота.ру. под редакцией кандидата филологических наук Пахомова. Однако здесь же указано, сейчас возможны оба варианта. Известный скульптор Александр Рожников, который создал композицию «Белка и Стрелка», все же написал на ней «Мы живем в Томилино», не склоняя. Все же у нас прослеживается в историческом процессе. И если правильно и в Томилино, и в Томилине, а люди в большинстве с вами говорят «Томилино», так почему не уважать мнение людей, которые к этому уже привыкли. И дети их привыкли, и сейчас внуки их привыкают, потому что в семье так говорят. Одним словом, выбор остается за выбирающим. Педагогам, журналистам, филологам стоит сохранять традиции русского языка, но нарушать их, особенно если вы привыкли. В этом случае можно. Хотелось бы такой посыл для жителей нашего Люберецкого городского округа. Не принципиально, как называется, «Томилино» или «В Томилине», а принципиально, что живут у нас замечательные люди, очень добрые, трудолюбивые, которые и хотят, и умеют обустроить свой родной дом. Театр «Кукол Радуга» готовится показать новый спектакль под названием «Вифлеемское чудо». Представление перескажет для детей библейскую историю рождения Иисуса Христа. Это будет уже второй спектакль в рамках государственного гранта поддержки Центров культуры Подмосковья. Всего планируется три спектакля с финансированием от Министерства культуры Московской области. Сроки реализации проекта – ноябрь 2017 года. Образовательная и культурная программа для детей всегда была под особым контролем. В «Томилино» подрастающему поколению есть из чего выбирать. Театр «Кукол» получил свое распространение в Древней Греции, а позднее в Древнем Риме, когда вместе со специями и шелком из стран Азии вместе с торговцами приехали эти увлекательные игрушки. В нашей стране кукольное искусство получило свою популярность еще во времена славянской древности, в первом тысячелетии нашей эры. Сейчас зрители разных возрастов любят театр «Кукол». В нашем «Томилино» есть театр «Кукол» «Радуга», в котором и готовится новая премьера на будущий сезон. С февраля 2017 года театр «Радуга» работает над созданием трех новых спектаклей. Премьера первого «Новые приключения Буратино» уже состоялась. Впереди «Вифлеемское чудо». Спектакль этот создается по проекту Министерства культуры Московской области. Нам, как одному из лучших театров в Подмосковье, дали грант на постановку трех спектаклей. Вот один мы уже показали. Тоже очень интересный был спектакль. Ростовые куклы, очень красивые, очень веселые спектакли. «Новые приключения Буратино». Сейчас второй спектакль из этой серии мы готовим. Надеемся, что вот на следующей неделе мы его сдадим комиссии. Театр кукол во многом сложнее обычного драматического театра. Поэтому специфика подготовки любого кукольного спектакля процесс долгий и трудоемкий. В этом спектакле я играю мальчика-ребенка, который знакомится с рождественской историей. Играю восточных женщин, которые танцуют перед Иродом. И играю Иосифа. Сложность заключается в том, что надо морально переключиться с мальчика, который из одного времени, который современный, в Иосифа, который жил две тысячи лет назад. Но мы стараемся, репетируем, и со временем получается. «Вифлеемское чудо» – спектакль по библейскому сценарию. История рождения Иисуса Христа пересказана для детской аудитории. Для маленьких зрителей это бесценный источник познания мира и культуры. Буквально, ну, 10 лет это вот на наших глазах, на нашей памяти. Когда мы спрашивали детишек, кто такой ангел, они не знали. Вот сидящие у нас в театре дети, они не знали. Вот, скажем, когда мы проводили рождественские елки, допустим, вот, где там задействованы, понятно, понятие Рождество, Рождество, ангелы, это все, там все есть. В нашей массовой части, игровой программе, перед спектаклем, что-то мы говорим о Рождестве. Так вот, в зале детишки никто не мог ответить, кто такой ангел. Сейчас, спрашивая в зале, а вы знаете, да, мы знаем, он находится с дадей, он сидит на плечике у нас. Дети начинают нам рассказывать. Традиционно целевой аудиторией для кукольных спектаклей являются дети, однако и взрослые зрители не заскучают во время представления. Тем более, что улыбка не самое главное, что несет в себе театр кукол. Для детей театр кукол не только развлечение. Психологи со всего мира доказали, что подобные представления благотворно сказываются на темпераменте и психике подрастающего поколения. Виктор Петров, Андрей Скрипкин, Томильна ТВ. В завершении выпуска с наступлением летних каникул у многих родителей встает вопрос, чем занять ребенка, а главное, с кем его оставить. Ведь далеко не все могут брать продолжительный отпуск на работе. Тогда на помощь приходят летние лагеря, кружки, бабушки и дедушки. А вот некоторые родители обращаются за помощью к профессиональным помощницам по уходу за ребенком. Наш следующий сюжет расскажет о том, как выбрать няню и на что обратить особое внимание в этом непростом вопросе. А это что? Это трактор. Трактор, да, отлично. Дальше поехали. Марина Ткачева – многодетная мама, но дома она не сидит, работает детским стоматологом. Поначалу со всеми обязанностями девушка справлялась сама, но в какой-то момент поняла – без няни не получается. После долгих поисков они с супругом остановили свой выбор на Филиппинке. Она больше занималась вот малышом, а я вот как бы со старшими больше. И что касается развития, на удивление, то есть может быть кто-то говорит, что там Филиппинки без русского языка или что-то у нас очень хорошо развивался малыш. Она как-то его вот прям на каких-то интуитивных, то есть если я читаю книжки, там какие-то методики пытаюсь там изучить, то я вижу, что она эти методики как бы видимо подсознательно применяет. Однако вскоре Филиппинка уехала на родину и супруги опять принялись за поиски. Некоторые няни не устраивали их халатным отношением к детям и ненадежностью, другие своей нерасторопностью и меланхоличностью. Через знакомых нашли Людмилу. Она работает в семье Ткачевых больше полугода. Это ее первый подобный опыт работы и специального образования женщина не имеет. Но несмотря на это Марина няней полностью довольна. В любых, наверное, профессиях и работах, которые связаны с детьми, первично это просто доброе и такое доброжелательное отношение к детям. Я сертификатов, естественно, никаких не спрашиваю. Надо сначала поискать через знакомых, через друзей. Но если уже совсем тупиковая ситуация, то уже тогда начинать другие пути, такие более официальные. Однако специалисты по подбору домашнего персонала уверены, нанимать няню через знакомых крайне нежелательно. Объясняют это просто. Подробности вашей личной жизни вмиг разлетятся по чужим домам. Не советуют они прибегать и к частным объявлениям в интернете. Во-первых, человек приходит с неизвестными документами и с липовыми рекомендациями. Значит, когда приходят к нам люди на работу, мало того, что каждая рекомендация проверяется, мы просим не телефон мобильный, а телефон стационарный или визитная карточка бывшего работодателя. Кроме этого, все соискатели в агентстве проходят ступенчатый отбор и серьезную проверку. Только после этого няню знакомят с потенциальными работодателями. При встрече обратите внимание на поведение няни и задайте ей правильные вопросы. Спрашивать о своих детях, внуках и как работала в прошлой семье. Нужно задать такой вопрос, какие были сложности в прошлой семье, с чем они связаны. Человек должен спокойно тоже отвечать на эти вопросы, зная, что трудности везде всегда бывают и не все на самом деле гладко. Действительно, все гладко не бывает. Даже тогда, когда сама лично знакомишься с няней, как сделала Ольга Шпак. Во время прогулки она заметила приятную женщину, оказалась воспитательница детского сада. Много лет проработала с детьми и имеет всевозможные сертификаты. Ольге как раз нужна была помощница по уходу за ребенком и вопрос решился сам собой. Но спустя какое-то время Ольгу ждал неприятный сюрприз. Мне за два дня, в выходные дни мне позвонили трое знакомых. И у всех был один вопрос. Оля, кто с твоим ребенком сейчас находится, ходит по улицам? Я говорю, ну няня. И они мне начали рассказывать какие-то такие странные вещи. То есть одна мне сказала, вот она водила его на занятия, то есть она шла следом за ней, выходит, и ребенок просто сделал шаг по направлению к площадке, а направо там надо было идти к воротам. Так она его без слов просто за шкирку подняла и потащила, он только ногами перебирал. Подобных рассказов от разных знакомых Ольга выслушала много. Наученная горьким опытом, она советует родителям очень внимательно отнестись к выбору няни и предпринять все возможные меры ее проверки. Попросить знакомого человека, которого ребенок не знает, чтобы тот на площадке посидел и понаблюдал, как ребенок общается с няней, как он относится к ней. Пример Ольги доказывает, что ни огромный опыт работы, ни сертификаты не являются гарантией порядочности няни. Психологи уверены, все это не играет никакой роли. Здесь важно другое. Новый человек пришел, и родителям важно понаблюдать, как человек ведет себя, как он разговаривает с ними, повышает он голос или нет. Важно попробовать собрать максимум информации о нем. Вот прям максимум. Все, что есть в социальных сетях, это тоже очень важная информация. Любые какие-то дружеские связи, фотографии. В общем, прежде чем впускать в свою жизнь не просто чужого человека, человека, которому вы доверяете самое главное, своего ребенка, необходимо проделать огромную работу. И даже в этом случае нет никаких гарантий, что результат на все 100% оправдает ожидания. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Ну что ж, такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках нашего телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова